Всем привет! Меня зовут Крис и сегодня я хочу показать вам, как я рисовала концепт к фильму Капитан Марвел. Итак, у меня есть макет размером 1920х1080 с сеткой Golden Cannon Grid. О ней я уже рассказывала ранее в своем видео. Давайте начнем. Я подготовила фотографию Капитан Марвел. Давайте создадим дубликат слоя и перенесем ее на наш макет. С помощью инструмента перемещения я трансформирую ее. Надо чуть-чуть уменьшить, так как она большая. И выровнять по центральной линии, потому что фотография, как оказалось, чуть-чуть с наклоном. Теперь мы создадим маску и обрежем черный фон изображения. Берем кисточку и обрезаем черный фон. Аккуратность в данном случае не так важна, так как мы будем использовать много режимов наложения. Итак, временно скроем слои и будем создавать градиент. Градиент я рисую кисточкой, потому что в данном случае мне так удобнее, и я решила не заморачиваться. Выбираем красный цвет и будем рисовать на новом слое. Теперь включим слои с Капитаном и начнем менять режим наложения. Для первого слоя выберем режим наложения «Замена светлым». Для второго слоя выберем режим наложения «Темнее». Выбираем маску и закрашиваем лишние черные участки, стараясь не сильно трогать форму Капитана, чтобы она осталась яркой. Окей, готово. Теперь нам нужно наложить текстуру. У меня подготовлены две разных текстуры, которые я буду накладывать поочередно. Выбираем первую текстуру и переносим слой с текстурой на наш макет. Немного уменьшаем и начинаем менять режим наложения. Выбираем режим наложения «Жесткий свет». Скорректируем непрозрачность, создадим маску и уберем лишние черные участки, чтобы наша текстура не попадала на форму Капитана. Теперь наложим еще одну текстуру. Выберем ее, перенесем на наш макет и положим под слои с Капитаном. Выберем режим наложения. В данном случае у нас будет режим наложения «Затемнение». И скорректируем непрозрачность. Выложим все слои в папку. Добавим огня на руки. Перенесем слой с огнем и трансформируем его. Поменяем режим наложения на линейный осветлитель. Трансформируем его. Создадим маску и уберем лишние участки, чтобы у нас не было резкого перехода и острых уголов. Теперь создадим дубликат для другой руки. Сначала отражаем по горизонтали и немножко подгоняем. Добавим немного больше огня. Создадим дубликат слоев, уменьшим и трансформируем. Временно скроем слои. Создадим новый слой. И нарисуем текстуру кисточкой. Ссылку на кисточку я приложу к описанию в данном видео. Выбираем режим наложения. В данном случае у нас режим наложения «Жесткий свет». Создаем маску у слоя и закрашиваем слой с синей стороны. Корректируем чуть-чуть непрозрачность. Теперь сгруппируем все слои, преобразуем в смарт-объект и добавим немного резкость. С помощью усиления «Резкость» и «Резкость плюс». Готово. С изображением мы закончили. Теперь мы приступим к отрисовке текстовых блоков. Сначала мы нарисуем звезду. Выберем инструмент «Ногоугольник». Выберем тройки. Звезда. Глубина лучей 30. Нарисуем четырехконечную звезду. Теперь нарисуем вторую звезду с глубиной лучей 55. Готово. Давайте выровняем звезды. Сделаем непрозрачность. И начнем выравнивать по нашей фотографии. Скорректируем непрозрачность, объединим фигуры, увеличиваем звезду, чтобы она у нас была по краям крана. Готово. Уберем заливку, выберем обводку белым цветом с толщиной 2 пикселя. Добавим маску и вберем мягкой кисточкой те части, которые у нас накладываются на костюм. Сделаем непрозрачность 20%, создадим новый слой и добавим линии с толщиной 2 пикселя. Выберем белый цвет и продублируем линии на другую сторону. Добавим маску и уберем пересекающиеся области. Создадим дубликат линии и повторим. Теперь нужно добавить логотип. Перетаскиваем готовый логотип и начинаем уменьшать, чтобы у нас логотип встал ровно на ремень. Теперь добавим дату премьеры. Шрифт у нас Futura, начертание Bout, размер шрифта 36. Теперь добавим кнопку. Шрифт Futura, начертание Medium, размер шрифта 16. Теперь добавим прямоугольник кнопки. Уберем заливку, добавим белую обводку, размер обводки 2 пикселя. Выровняем посередине, немножко увеличим кнопку в ширину. Добавим непрозрачности 20% и выровняем по горизонтальной линии. Все еще раз выравниваем по вертикальной линии. Готово. Теперь добавим меню. Размер 59 пикселей в ширину, 2 пикселя в высоту. Добавляем вторую линию меню. Отлично. Теперь двигаем. Дальше нам нужно добавить текстовое меню. Вводим текст. Шрифт Futura, начертание Medium, размер шрифта 18 пикселей, межстрочный интервал 65 пикселей. Выравниваем. Теперь добавим соцсети. Параметры остаются теми же. Добавим хэштег. Перенесем все на правую сторону, выровняем по правому краю. Готово. Спасибо за внимание и подписывайтесь на мой канал.